Мы сейчас пойдем разговаривать с администрацией, менеджером, кто там, я не знаю, чтобы меняли номер, вот, и номер был чистый, потому что все в какой-то грязи, это прям очень неприятно, хотя я как бы обычно не замечала раньше такие вещи, но когда ты платишь на бабки, каждую пылинку, мне кажется, видно, вот. Вот, а так номер, в принципе, больше, чем был у нас в прошлом году, мне кажется, он даже немножко попросторнее, но вот этот вот первый этаж, я не спала всю ночь, потому что все ходили возле нашей двери, громко разговаривали, круче жесть. Вот видно. Плесень. Ну, как бы, что хочу сказать, плюс на полу он здесь тоже. Это что? Я не знаю, это просто. Все карточки делают? Да. А то тут невозможное. Нам сказали, что сегодня подойти. 4001. И 4004 у нас. Просто он грязный, и там плесенью пахнет. Ну, конечно, было просто, да, это живопистотическое, там вот, если можно посмотреть, мы, если доплатить дам за номер, мы доплатим. Да, хорошо. Позвольте, спасибо большое. Позвольте, скажите. Хорошо. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. 12 эти будем смотреть дальше так значит привет соответственно 4 сейчас решила попробовать такую необычную синюю штучку у него очень такой приятный запах я уже ранее понюхал пахнет и на мармеладом да сейчас значит она пойдет за трубочкой яйца сниму давай как они сделали трубочки вот такие маленькие они просто обрезы я вижу вот вот я уже все нормально сообщи даже в россии данного не даже в россии такой в глотку вы слышали ребят как желе вот сейчас будем смотреть первое впечатление да ну пошли не вкусно жили кочине что мармелад сельдор у меня но я не знаю как даже это попробовать мармелад сельдор это типа коктейль но мне не понравился я порос но так немножечко немножечко синий но в общем вроде прикольная штука но в то же время напрягает немного вкус того что то лед снег ешь снег синий нам решили поменять номер мы надавили на то что мы блогеры заплатили 10 баксов и в итоге нам сейчас поменяют номер на самый самый высокий с видом на год я захожу вот честно вот ребят вот никому не посоветую вот проводить вот на первом этаже здесь вы посмотрите что это даже вот это бог с ним да здесь особо так не печет но запах сырости вот на эти вот блин я даже не знаю как описать вот взять хрущевку которую первый этаж вы знаете какие там запахи да и соответственно полный ужас то есть ну запах который сейчас вот здесь вот идет плесень да везде вон плесень там плесень в ванной там плесень за это все в плесень вот да вот мы даже сейчас заходим сюда вот вон плесень вон она прям фу блин просто воняет жесть но вот сейчас даже зашли в номер который нам предложили вы не будете думать о своем здоровье будущих детей если здесь у вас дети есть надо посмотри тут даже прислонялись они даже не отмыли да прислонялись кто-то там пьяный видимо поцеловал подсветим вот так вот какие-то розочки 3 здесь был паук вот видно прям паук это что-то нападок полка соответственно но вообще как-то очень все печально и когда нас заселили вот в это хотя мы предложили изначально 30 баксов ребята 30 баксов мы предложили просто ну как бы потому что мы как бы с уважением приехали да мы не приехали там что вы нам все должны то что вот у нас ничего особо там мы такого не требуем заступ просто мы сказать да вот мы дадим вам 30 баксов желательно с видом на горы и что мы получаем вот что вы получаем то есть если сейчас действительно вот все получиться как мы планируем а А мы планируем так, что он нам показал номер, мы его одобрили, сейчас мы до конца собираем вещи, и благополучно я сам чемодан оттащу на четвертый этаж, прям вообще одной рукой его подниму, вот, вот, сам факт того, что действительно происходит вот такая безответственность, вот, я не знаю, а там, то, что вот нас подняли на четвертый этаж, там вообще замечательный номер, да, там пусть не идеально, да, там кафель, да, там плитка. Сочетание того, что и горы, и зелень, и все остальное. И домики. И домики еще, то есть, ну, действительно там настолько красиво, как будто ты где-то в Норвегии, причем в Норвегии, в такой прям, вот, жаркой Норвегии. Нет, я-то думал, что Ира ему сейчас даст 30 баксов, да, если он нас реально заселит в этот отель. Узная Иру, узная Иру. Ира дала 10. Ира дала 10. Вот, но я даже не ожидал, я думал, мы действительно ему побольше дадим. Ну, даже 10 баксов, я считаю, для них это очень круто. Да, кстати, мы тут вчера в магазине Ире купили такое крутое Орео, мы сейчас его презентуем. Знаешь, как он стоит? Он стоит 14 лир. В принципе, в принципе, я считаю так, почему бы любимой жене не взять это Орео? Бог с ним, сколько оно стоит, все круто. Знаешь, как они делают? Они вообще не вешают ценники, они не вешают ценники, и типа, ты берешь, а они на кассе такие, хопа, 22 лиры. Да, то есть, ну, как бы мы вчера там немного закупили, но плюс я, значит, купил свои любимые чипсы вот эти вот, сипсы. Даже пыль не вытерли здесь. То есть, вот, смотрим, да? Смотрим. То есть, ну, что это такое? Так, теперь, вот, я еще хотел отметить, вот, желтое пятно. Я не знаю, видно его, нет? И вот сатоном вывести можно. Типа норм. И то, вот грязь, вот грязь, вот грязь. Даже, ну, бог с ним, да? То есть, давай зайдем на балкон, посмотрим, что на балконе. Просто посмотрим, да? Душно-то это само-самое. Все какие-то там, блин, букашки всякие, да? Там, вот, когда мы были в Волане, соответственно, в Парадоре, да? То есть, там вот такого не было, такого бардака. То есть, там, вот смотришь в любой угол, да, там, ни букашек, никого нет. Почему? Потому что, соответственно, когда вы убираете номер, вы также еще должны очищать углы. Потому что, откуда я знаю? Может, там ядовитые пауки какие-нибудь, да? Там, ну, бывает все. Да, соответственно, вот этот фонарик мы пытались вечером тоже зажечь, чтобы просто посмотреть, работает, не работает. Не работает, вы понимаете? Он не работает, просто не работает. Как так вообще возможно? Вот. В принципе, вот такой вот вид, да, замечательный у нас в кавычках. Ну, то есть, ну, такой, как бы, от Турции я не ожидал такого. То есть, вот сейчас, вот честно сказать, я задумываюсь, а надо ли оно. Может, действительно, стоит больше, там, как бы, откладывать и ехать в Таиланд, вот, в Прагу, да. В Прагу, да, не обязательно, да, там, потому что не покупаешься особо, но сам факт того, что ты хотя бы, ну, действительно, там будешь, ну, нормально себя чувствовать. Помимо Таиланда, Тунис можно выбрать, вот, Черногорию, да, ну, то есть, я думаю, что там замечательно, Болгария. Вот, это мы все, соответственно, исследуем постепенно. Ну, вот мы, значит, на обеде, соответственно, сейчас Ира будет пробовать турецкую пиццу. Интересно, что из этого выйдет. Тоже вот она пицца, вот так выглядит. Это типа их кебаб. Вот Ирина пицца. Может, ты первый. То есть, ну, вы уже поняли, да? Давай, ты первый. А может, я тебе там свой кусок здесь грибы хоть есть? Ну, что-то булку-то бьешь, ты его начинку ешь. Самое, вот, прям вот это вот ешь с начинкой. Я пытаюсь это сбросить. Ну, что-то я вижу не особые эмоции, потому что... Ананасами заказал, сам и ешь. Что, реально ананасы? Нет, тут перец. Ну, перец-то нормальный еще. Спайси? Она острая, ребят. Ну, если она острая, это уже хорошо. Ну, тут ничего по сути нет, только лепешка и... И типа соусу, и все. Присыл от того, что у меня есть грибы. Я ей предложил с грибами попробовать. Вот он. Ну, что? Пытаюсь понять. Очень сложно. Острая? У меня что-то острая попалась. Ну, это, конечно, не пицца. Я же тебе говорю, это просто тесто с начинкой. Есть можно, но это не пицца. Это я сам сделал. Я сюда добавил говядину или что-то там, индюшка, как он сказал, индюшка. Клуб, кетчуп, майонез и добавил сюда помидор. Да, я сам себе приготовил бургер. И сейчас хочу попробовать, что из этого получилось. Я думал, они сами делают, но ты сам все там начинку убираешь. Ожидал другого вкуса, несмотря на то, что я сам делал. Сейчас достал мою кожанку. На, аккуратненько все. Микс. Как они говорят, микс. Офигеть, это вкусно. Рум-тур по номеру. Короче, входим. У нас тут нормальный сейф. Да, он не влезает. А что делать? Есть. Ну смотри, на кровати здесь. О, это самый главный. Да. Слушай, нам на кореньках лучше. У тебя совсем другой налет. Плесенью нет, хочу заметить. Почти нет, не пахнет здесь вот этим. Почти на балкон. Покажем видео. Ну что, этого стоило? Вот ради чего мы сюда и приехали. Ради этого дня. Дведи, по верхнему углу. Нету этого. Никаких пауков, жуков. Как было у нас внизу. Что, свет тоже не работает? Нет, работает. Свет работает, как вы видите. Добивайтесь, спорьте. Настаивайте, так вот. Будет все хорошо. Чтобы вот такой вид был. Причем мы изначаем думать, что нам дадут номер с таким видом. Да, кстати, хочу отметить то, что мы оплачивали обычный стандарт. Без балкона. Что вы видите? Всего доплата 600 рублей. На сайте Корла нам предлагали доплатить порядка 20 тысяч рублей за балкон. То есть, ну вы видите, да? Зачем платить, когда можно вместе договориться. На месте все хорошо. Этого стоило потерять полдня. Но взять нормальный номер. Рук. Ай, блин. Ты помяла маяшки своей попой. Ты серьезно? Номер на самом высоком этаже. Подниматься и спускаться, конечно, жесть. Но это того стоит. Ради такого вида можно и спуститься. Там басик нашли. Кто стоит? Вот там рецепшн, басик, бар. Это все наши. Кто тоже приехал? Наши номера все. От лингвиста. Внимание, скользкие. Ступеньки, наверное. То есть, если мы выходим из отеля. Красота. Да, только водосток этот. Жарищи. Ты реально хочешь идти куда-то? Ну сейчас посмотрим дальше. Вон. Красота. Да, ЦК дарут. Мы идем в Мигрос. Когда дали отличный номер, мир стал лучше. Вон твоя трофея. Будешь фоткаться? Ну пока нет, мне жарко. Традиция каждый год. У нас просто у отеля такая глушь. Пустошь. Чтобы куда-то дойти, надо идти, идти. Видите, дорога. Дорога. И цикады. Ну вот сейчас мы потихонечку будем поворачивать. Это камеры. Это чтобы по-лижайшему не ехать, да? Автобусы, короче, тут туристические. Решили по встречке долбануть, чтобы по-лижайшему полицейскому не ехать. А мы сейчас на море идем. Мы идем на море, да, когда уже стемнело. А то мы два дня тут и ни разу на море не были. А это поле футбольное какие-нибудь, да? Все на бутылке валяются. Серега за носом бы заценил поле. Давай, сними вот этот вид. Очень красивый вид. Я не знаю, сфокусирует ли он там ту красоту, которую мы сейчас видим, но действительно это очень красиво. Вот, мы покажем сейчас так вынимать. Малыш, малыш. Пойдем, он бежит, он бежит, он бежит, он бежит. Пойдем, он бежит. Пойдем, он бежит. Субтитры сделал DimaTorzok